Мы приехали на Чимал, место, которое надо обязательно посетить. Здесь есть ГЭС, который сейчас не действует, в советское время действовало. Она используется как туристический объект. Парковка стоит 100 рублей. Тут разные сувенирные лавочки, кафешки. Тут даже есть колесо обозрения, хоть и небольшое. Манта написано 250 рублей, но там большая манта одна. Попробуем, обязательно зайдем. И колесо обозрения. На ГЭС стрелочка. Вот там на катамаранчиках катаются внизу. Что у вас интересует конкретно? У нас есть маршрут разных категорий. Прохождение двух порогов, заход на Камышлинский водопад. Очень интересный и безопасный. Еще 1200 человек, да? 1400. Это двухчасовой маршрут. Это то же самое абсолютно, только здесь вы еще зайдете на водопад, прогуляясь по водопаду. А там нету, да? Здесь водопада нет, здесь просто те же самые пороги. И везет обратно на место старта. Стартуем от турбазы Топлес. Здесь есть тарзанки за 500 рублей. Очень много сувениров. Похоже как на Аршани. Похоже как на Аршани. Пойдем. Проход не более 6 человек. Аккуратно иди. Здесь организуют моторафтинг. Сейчас узнаем сколько стоит. Это видимо река Катунь. Сейчас потрогаем водичку. Вон там был как-то мост, и он теперь разрушен. Здесь проходит слияние двух рек Чимала. Этот вытекает более светлый, прозрачный. И вот здесь даже видно линию стыка. Более бирюзовая это Катунь. Катунь питается за счет атмосферных осадков, воды оттаяния снега и ледников в горах и подземных вод. В зависимости от времени года цвет и прозрачность воды меняются. В своей средней верхней части Катунь прорезает зеленокаменную формацию песчаников, а ниты и придают воде бирюзовый оттенок. Катунь это единственная река на Алтае с таким необычным цветом. Остальные по сравнению с ней смотрятся серо в прямом и переносном смысле. Название реки Катунь означает «хозяйка». Ее протяженность 688 километров. Она берет свое начало на Катунском хребке у подножия горы Белуха и сливается с рекой Бии в 19 километрах от города Бийск. Название реки Чимал по одной версии означает «муравей», по другой же – «ветер». Эта река берет свое начало из небольшого озера, расположенного на высоте 1888 метров, на склоне горы Таманелл. И уже через 7 километров впадает в реку Катунь. Длина Чимала – 54 километра. Спустилась в Катунь и умылась. И даже намочила свою бейсболку. Она у меня теперь искупалась в Катунь. В общем, путешественница моя. Это место, где река Чимал впадает в Катунь. Даже видно, что цвет разный. Катунь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...